друзья всем привет кто следит за каналом значит знает что я построил с корешем карповый кораблик это что мы купили вот такой эхолот для рыбалки скоро открытие сезона все будет очень круто я думаю вот такой код китайский эхолотик купили мы его протестировали антенку мы увеличим обязательно для дистанции но сейчас не об этом датчик эхолота выглядит вот так и закрепить его на кораблике смайлик это очень проблематично если его кто-то рассчитывает строить в дно корабля это ну нереально в принципе нереально корабль очень крутой но это нереально вот если бы нам я надеюсь дойдет кораблик легенда там разгуляться можно но пока почта его россии его потеряла и разыскивают мы пока занимаемся смайликом хотя вся электроника уже на легенду пришла надеюсь его найдут ссылочку на легенду оставлю в описании очень крутой корабль заказывайте значит пришло время закрепить этот холод на корабле и долго думал как это сделать искал многие варианты но есть только варианты для эхолота диппер холоде теперь стоит 30 тысяч рублей там или сколько-то я не знаю диппер про там на неважно дорого вот это стоит дешевле ничего я придумал начертил значит в компас 3d крепления для эхолота и его распечатал печатал несколько вариантов печатал первый вариант две скобы чтобы они вот так надевались на него зажимала его и тягал за собой на корабле понял что это вариант не очень рабочий потому что вот это вот часть подвижные распирает то есть она будет цепляться и так далее я начертил далее целую вот такую скобу но начать не обработанная поддержки здесь не поддержки а юбка прилипания к столу еще осталось не занимался приведением в порядок данной детали но тем не менее как это будет все выглядеть значит вовнутрь данной скобы мы вставляем эхолот здесь вот внутри сделана выемка подключим подсветочку вот выемка сделана для вот этого ребра вставляется внутри холод он так ставится здесь зажим я не рассчитал чуть-чуть с длиной но неважно здесь ставится у нас болт все хорошо вставляется хоть и под резким углом но тем не менее здесь очень хорошо держится особой эстетики нам не надо вот здесь вот даже не убирал поддержки виде болт здесь вставляется чуть под зажимается его в принципе можно уже не зажимать болтом то есть зажимает его хорошо это одна деталь вторая деталь у нас вот так выглядит это крепление на сам кораблик я первую деталь напечатал но она я не рассчитал эту ширину не учел объясню сейчас какую ведь он чуть поуже сделано и третья деталь это вот эта тяга то есть вот это расстояние я сделал точно такую же ведь он не власть соответственно и заузим то есть у нас теперь выглядит и все вот так будет чуть-чуть лифтить влево вправо это очень даже нам не помешает а может возможно будет плюс то есть соответственно я не вообще видите еще ничего не убирал здесь то есть здесь будет стоять ось вот эта деталь будет крепиться на задний борт корабля глухо крепится здесь будет стоять винт с барашком то есть вот это постоянно деталь будет находиться на корабле а вот здесь у нас будет все глухо крепится на холоде соосность то есть холод будет выглядеть вот так с тягой и соответственно вот эта деталь будет стоять на корабле здесь длина порядка 150 миллиметров для того чтобы не волны которые выходят от винта гасились и не давали помехи нам на эхолот чтобы он не показывал нам точно глубину не было помех чтобы он не плавал вот так по волнам соответственно у нас корабль будет плыть кинуть собой холод и вот на двух сочленениях подвижных он будет вот так вот двигаться по волну вот все это будет испытано уже в боевых условиях уже будет испытан на рыбалке не на тестовых заплывах а именно на рыбалочке здесь мы поставим с тефлоном болт и когда нам необходимо использовать использовать холод мы будем его прикручивать кораблю вин с барашком выплыли пробили дно вот такое вот крепление ссылочку на крепление оставлю в описании заходите на сайт 3d today кажется сайт называется я там бесплатно совершенно бесплатно выкладываю модели свои которые разработаны и кому интересно можете эту модельку скачать распечатать я думаю нет никаких сомнений что она рабочая такие три детальки купите только винты даже вам сейчас скажу длину винта которая вам необходима сейчас померяем штангенциркуле собой нет 35 я думаю сюда станет вообще без вопроса 35 миллиметров диаметр 4 миллиметра три с половиной можно даже если взять сверлышко рассверлить все зависит от качества печати то есть вот такая вот конструкция у нас получилось возможно в дальнейшем разработаю как он сюда быстро съем чтобы вот эта деталь находилась на корабле это был не болт и барашек если кому-то там не устраивает закручивать его вы будете пользоваться быстро съем но об этом еще подумаем а так борт корабля все прикручено на борт корабля вставили болтик прикрутили барашек и поплыли пробили дно открутили отцепили и уже занимаетесь завозом вот такая вот интересная конструкция